Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И подводим с вами итоги 2019 года, потому что интересно, что происходило в городском округе Люберцы. А кто же это лучше знает, как не депутаты, Совет депутатов городского округа Люберцы? У нас сегодня в гостях первый заместитель председателя Совета депутатов Александр Леонидович Шлопак. Здравствуйте, Александр Леонидович! Здравствуйте, Николай! У нас принято говорить, что каждый год имеет свои особенности. Хотя люди говорят, что запоминаются только хорошие из всех прошлых годов. Тем не менее, встречаются какие-то трудности, с которыми приходилось сталкиваться и жителям городского округа Люберцы, и руководителям, и депутатам. Всем, кто старается, по крайней мере, сделать жизнь в этом регионе лучше, здоровее, полезнее, интереснее. Вот скажите, для вас символ 2019 года с точки зрения работы Совета депутатов, каким бы он был? Ну, он был очень плодотворный, работа Совета. Во-первых, это непосредственно встреча депутатов с жителями, вот, это прямой контакт с жителями, вот, и исполнение тех наказов, которые от них поступают. А вот правда есть люди, которые приходят с наказами, я объясню сейчас свой вопрос, предваряю его, в общем-то, знают, что депутаты есть, в общем-то, знают, что депутаты вроде бы как должны работать для нас, для людей. Конечно. Но не каждый же может прийти и оформить наказ. Как вот это вот? Вот человек приходит к вам на прием и говорит, я хочу вам сделать какой-то наказ. Как это происходит? Ну, есть приемные дни у депутатов. Во-первых, эти приемные дни размещены на сайте администрации городского округа Люберцы, размещены также в тех территориальных отделах, в которых раньше находились администрации, где были городские поселения, ну, это такие, как Октябрьский, Томилин, Малахов, Кокросково, да, там есть вся информация, вот, и также была еще информация на стендах, вот, я сейчас не знаю, там осталось, а не осталось, вот, и жители приходят и обращаются к депутатам в те дни приема, которые у них есть. И можно по любым вопросам, даже если, например, вопросы иногда совпадают, ну, например, я не знаю, там какая-то общая проблема, и сразу несколько жителей, независимо друг от друга, к вам обращаются, вы просто, как что называется, подшиваете к одному наказу тот же самый, да? Ну, и такое тоже бывает, да, когда одни и те же вопросы, но, как правило, у людей разные вопросы, бывает так, что и приходит, и человек 10 сразу же на прием, такой тоже было, вот, с одного дома пришли, они сразу, помогите, сделайте там, вот, да, сделайте, чтобы машины не приезжали к дому, сделайте нам ограждение, чтобы машины не парковались при домовой территории на газонах, вот, ну... На газонах, а на асфальте можно? Ну, да, в специальных местах, конечно. А, ну, то есть ставится специальное ограждение, чтобы просто на газонах... Да, мы все сделали, помогли им все сделали, да. Кстати, сразу же такой маленький вопрос, а шлагбаумы можно ставить сегодня? Ну, знаете, здесь, во-первых, есть определенные правила, принятые администрации, вот, это раз, вот, а во-вторых, немножко сложно с этим ситуация, это должно быть голосование, и так далее. Дома, да, то есть ситуация-то не практикуется, она, ну, это можно сделать теоретически, вот, То есть, я так понимаю, что жители должны собрать подписи, обратиться к вам, что мы хотели бы... Ну, это не к нам, это больше в администрацию не должны обратиться. Ну, через депутаты же могут помочь в этом? Ну, они могут посодействовать. Посодействовать. Посодействовать могут, конечно. Слово «пролоббировать» используется депутатами Совета депутатов, как, скажем, в хорошем смысле слова, не в плохом, а в хорошем, когда, ну, например, идут какие-то обращения косвенные, И потом они накапливаются, и тогда депутаты принимают какое-то решение о постройке чего-либо, или о сносе чего-либо. Ну, конечно, все это есть, да, есть какие-то горячие точки, какие-то моменты, и бывает так, что и сносят, и... То есть лоббирование – это нормальная депутатская работа? Ну, да, мне больше нравится слово «содействовать». Ага. Ну, оно такое, уходящее немножко от ответственности, что если я что-то лоббирую, я в этом заинтересован. А депутат, на мой взгляд, должен быть заинтересован в том, чтобы его переизбрали. Ну, конечно, да. Поэтому мы работаем на благо жителей, да, помогаем, решаем те вопросы, которые к ним поступают, и стараемся по совести их сделать. Хорошо. Насколько сегодня избирают депутаты? Сколько сроков? Или можно подряд прям избираться? У нас городской округ любится разделено на 8 избирательных округов. В каждом избирательном округе избираются по 4 депутата. Если депутат уходит оттуда, один, допустим, ну, вот у нас есть коллеги, которые ушли работать там в исполнительные органы власти, то остается 3 депутата. Вот. Но если остается 2 депутата, то идут до выбора. Вот. То есть они назначаются до выбора и дополняют на том округе день, где вот остается 2 депутата, будет проходить до выбора. Но вообще должно быть 32 человека? Вообще должно быть 32. Но на сегодняшний день нас немножко меньше. Нас меньше, но мы не сдаемся, да? Да. Скажите, а сколько сроков подряд может быть? Ну, сроков подряд можно сколько угодно. Ограничений нет, да? Да, ограничений нет. То есть раз в 5 лет у нас проходят выборы, вот через 2,5 года у нас будут выборы. Вот. И можно, пожалуйста, и на следующий срок, и на следующий, и на следующий. Если вот депутат как-то не подходит большинству населения, есть или показ с таким институтом? Нет, это есть, это прописано в уставе. Вот. Но у нас такой практики еще не было. Еще не было. Какие основные вопросы в этом году, вы как первый заместитель наверняка знаете лучше, глобальные вопросы, которые чаще всего были на повестке у Совета депутатов? Ну, вопросы были разные. Ну, это касаемо благоустройства придомовых территорий. Вот. Также были и частные вопросы, такие как сделать ограждение. Вот сейчас там порабатывается вопрос с установкой площадки для выголов собак. Вот. Ну, а если какие-то вопросы, где идут напряжения у жителей, это, допустим, вот проезд с карты Стрелкой. Вот мы боремся с этим вопросом. У нас даже были рейды. А в чем проблема? А проблема в том, что перевозчики карту Стрелка не принимают. То есть, да. А чем они это мотивируют? Ну, мотивируют, там не работают аппараты. По-разному мотивируют. Бывает, и просто сказали, отстаньте от нас, не хотите, не ехайте, ехайте на следующем. Да. Как раньше с пенсионерами на маршрутках было, да? Ну, это же есть. У нас уже есть пенсионеры, выходи отсюда. Ну, да. Стрелка же это как раз и вот социальные люди-то ездят и пользуются этими карточками. Вот. Поэтому с этим направлением мы сдвинулись с мертвой точки, двигаемся в этом направлении. Вот. И вопрос решает. А как вы двигаетесь в этом направлении, чтобы никто не слышал отказов? Ну, смотрите. Во-первых, у нас есть партийные проекты, которые реализуются на территории городского округа Люберц. Их 15 партийных проектов. 14 это федеральных, один из них местный партийный проект. Это то, что реализует партия «Единая Россия». Немножко я остановлюсь на этом моменте. Почему? Потому что я являюсь руководителем фракции «Единая Россия». Она самая многочисленная в Совете депутатов. И в рамках реализации данных партийных проектов мы проводим, допустим, партийный проект «Народный контроль». И мы проводим рейды. Начиная от проезда в маршрутках, да, мы смотрим, работали ли карты «Стрелка», не работают ли карты «Стрелка», да. Есть ли документы у перевозчика. То есть мы спрашиваем. Прямо какого-то человека подсаживаете? Нет, сами заходим. И чего? Сами заходим, спрашиваем, да, у нас карта «Стрелка», можно оплатить проезд. А он говорит, нельзя. А он говорит, нельзя, у меня нет аппарата, или он не работает. Мы снимаем это на видео, фиксируем и передаем в органы, передаем в администрацию, передаем в Госатомтехнадзор. Так. И этого перевозчика могут наказать? Его наказывают, да. Его наказывают. Ну, дальнейшую систему, мне сложно следить системы наказания. А не проще было бы собрать перевозчиков, я не знаю, на уровне Совета депутатов, на уровне администрации городского округа, и поговорить с ними. Ребят, если кто-то где-то скажет такое слово, вы работать здесь не будете. Ну, это перерогативы администрации. Совет депутатов выходит с предложением по данному вопросу. Но даже не Совет, а вот мы проводим рейды по народному контролю, и эту информацию всю передаем. Да, а отзвук-то какой-то есть? Ну, если до сих пор еще это встречается, значит, это не работает. Мы перепроверку делаем через какое-то время. Некоторые маршрутки, некоторые транспортные компании исправляют ситуацию, некоторые медленно исправляют. Мы их немножко ускоряем. Вот делали в августе рейд, буквально в ноябре делали рейд. Часть маршруток было, часть транспортных компаний исправили, часть вот еще в процессе исправления. Ну, значит, не боятся компании. Значит, раз есть еще возможность... Вы же понимаете, что это, скорее всего, не от водителя зависит, да? Понятно. Зависит именно от головы, имеется в виду этой автомобильной компании, которая считает, что раз сегодня власть, ну, не особо их придавливает, значит, мы можем эти карты стрелка не принимать. Нет, почему? Они не придавливают их, просто иногда бывает и водители сами тоже ведут себя не очень адекватно. Но им невыгодно просто. Да, это не очень, как бы сказать, это не глобальный масштаб, это буквально узконаправленно, там буквально... Хорошо, ну, завершая тему транспорта, что еще депутаты контролировали в этом году? Движение там по трассам, по грузовиков и так далее, связь Москва, Московская область, я имею в виду Москва-Люберцы. Что-нибудь, какие-то проблемы возникали у жителей, связанные с транспортом? Ну, с транспортом всегда так или иначе, все, что касаемо транспорта, есть вопрос определенный. Они решаются в рабочем порядке все, вот, но там тот же проезд там автобуса, да, вот на северной стороне Люберцы, вот жители спрашивали муниципального автобуса, вот, то есть просили увеличить частоту интервала, там, доезжать. Мы вопросы все эти, в принципе, решаем, выходим на комиссии по безопасности дорожного движения, вопросы все решаются. Установка лежачих полицейских, тоже выходим на комиссии, жители обращаются, полицейские устанавливаются. Вот, с тем же ограждением, вот, люди обратились, да, возле дома машины паркуются, раз, вышли с ограждением. Но вопросы есть, поступают они разного характера и разного толка, вот, и депутаты принимают непосредственно решение, и эти вопросы закрывают. А транспорта, давайте перейдем к другим жилищным проблемам, которые тоже, вот, приходили к вам люди, с чем обращались. Это частные проблемы или иногда это что-то глобальное, какие-то аварии, может быть, были? Ну, смотрите, если касаемо глобальных проблем, это перевод в этом году на оплату на МОСОБЛЕРЦ. Да. Да, вот, это, естественно, были вопросы, потому что была и путаница все, но... И двойные были счета. Все было, да, но депутаты в этой работе принимают участие, и администрация округа совместно с управляющими компаниями и с тем же СМОСОБЛЕРЦ вопросы все эти закрывает. Ну, на сегодняшний день уже нет двойных счетов? Нет, 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 вопросы все решили, да. Но наверняка же есть еще люди, которые, может быть, до этого не особо платили и даже не в курсе, что какая-то новая система. Я имею в виду, что можно проверить, что деньги поступают на какой-то старый счет, не знаю. Ну, а в квитанции же нет, там квитанции же приносят, да, квитанции МОСОБЛЕРЦ и квитанции управляющих компаний. Две разные квитанции, люди по ним оплачут, поэтому старый счет исключено. Кстати, вернувшись к транспорту на секунду, буквально, вот Москве там планируют в 2020 году, с февраля, по-моему, повышать цены, по крайней мере, на метро, на проезд. Планируется ли повышение цен на проезд на транспорте в городском округе? Пока такой информации нет. Пока такой информации нет. Хорошо, давайте к придомовым территориям, потому что такой вопрос, конечно, там и покраска, и ремонт, установка площадок. Вот вы сказали, что вплоть до того, что это площадка для выгула собак, это что за площадка для выгула собак? Ну, люди обратились, есть территория, выгуливают, хотим площадку на улице Попова между домами, говорят, вот рассмотрите эту нам площадку. Вот в процессе сейчас рассматриваем совместно с администрацией, есть возможность там оградить ее и сделать. Кстати, вот по поводу этой площадки и других проектов, ну, может быть, не очень известных нам, какой-то опыт вы где-то приобретаете, где-то что-то подсматриваете в других городах, может быть, даже в других странах? Вы знаете, да, вот раньше просто ездил, путешествовал, а сейчас в последнее время езжу и смотрю, как... Как бы у нас это вдебреть? Нет, я смотрю, во-первых, как у них благоустроено, там тоже вывоз мусора, тоже благоустройство, тоже как налажена работа коммунальных служб, да, вот ездишь, смотришь, и иной раз смотришь, да, у нас влюберцы, да, лучше, чем в цивилизованных странах. Да, и смотришь, и радуешься, да, тут тоже благоустройство, смотришь, какие у нас площадки, какие там, как люди там живут, как здесь, ну, в разных странах, допустим, причем в странах цивилизованных, да, вот, и... То есть вы намекаете на то, что они еще могут у нас опыта набраться? Ну, если захотят. Я понял. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся к нам сюда в студию. Напомню, что у нас в программе «Открытый диалог». Первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберца Александр Леонидович Шлопак. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. А у нас в студии сегодня первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберца Александр Шлопак. Мы продолжаем разговор о своеобразном подведении итогов 2019 года, что сделано. А потом, конечно же, еще узнаем, что все-таки не удалось сделать, потому что не бывает так, чтобы все так прям было хорошо. Скажите, по благоустройству, ну, слово благоустройство, оно включает такие глобальные вещи, людям хочется жить еще лучше. Сделали им эту площадку, они вдруг захотели там, не знаю, какие-то двери, сделали им двери, они захотели какой-то ограждить. Такой бесконечный процесс. Вот в этом году что удалось сделать по благоустройству городского округа Люберца? Ну вот смотрите, в этом году было очень много сделано. Я буквально остановлюсь на той работе, на которой депутаты непосредственно принимали участие. И в этом году у нас в Люберцах было установлено более 50 спортивных и дворовых площадок. Это было сделано в рамках проекта «Городская среда. Партия «Единая Россия». Ага. Партийный проект. Партийный проект, да. В чем была особенность установки площадок? Во-первых, был опрос жителей. Что вы хотите сделать? Как вы это видите? Вплоть до расстановки на территории. Второй этап – это был выезд депутатов Московской областной думы, местных депутатов, депутатов фракции, встречи с жителями. Мы приезжали по всем дворам городского округа, встречались с жителями непосредственно перед самой установкой и вводили корректировки. Кто-то захотел дополнить какой-то элемент. То есть мы показывали стенд, как эта площадка будет выглядеть с привязкой к данной территории. И жители выбирали. Говорили, так, нам подвинуть надо сюда, нам дополнить надо здесь, дополнить здесь. Ну, то есть не делались площадки просто, знаете, там в пустом месте, куда никто не ходит, а именно жители активно участвовали. То есть нет липовых площадок, вот так я сказал. Да, нет, не скажем, не липовых, а нет такой площадки, где бы она была не востребована. А здесь еще было непросто, мы устанавливали эти площадки, просто выезжали и спрашивали. А здесь было непосредственно касание депутатов с жителями. То есть был диалог открытого. Хорошо, ну а кроме спортивных площадок, как еще касание депутатов происходит, как вы сказали? Я имею в виду, понятно, что существуют приемы и так далее, но я к чему просто веду? Существуют острые проблемы, иногда они могут возникнуть на пустом месте. Депутаты не боятся общаться, вообще все депутаты, не только вашей партии, не боятся общаться с жителями городского околюберца? Нет, конечно, не боятся, они бы тогда не смогли просто избраться. Ну, люди разные бывают? Ну, нет, избирательная кампания проходит, все равно так или иначе люди голосуют, они же встречают своих кандидатов. И поэтому депутаты, у них есть опыт общения с жителями, конечно, они не боятся. А, кстати, вот что сегодня может депутат? Я имею в виду, существует администрация, существует, я не знаю, там, власть на самом высоком уровне. В конце концов, существуют правоохранительные органы, много существует ветвей власти. Что сегодня депутат может сделать в городском округе Люберца? Есть определенные полномочия у депутатов муниципальных, региональных и федеральных. И в рамках тех полномочий, которые есть у муниципальных депутатов, они эти полномочия пользуются. Я к чему просто веду? У нас же не 100% людей приходят на избирательный участок. Это означает, что не все люди считают необходимым принять участие в выборах. И не все люди, таким образом, видят необходимость в этом депутатском корпусе. Вот я о чем говорю. Поэтому я и спрашиваю, насколько депутаты заинтересованы сегодня в существовании своих избирателей. Как часто они встречаются, кроме спортивных площадок и каких-то приемных дней? Потому что вы сказали, что вот был день, когда 10 человек пришло. Но это же мало. Это только с одним вопросом. Они все вместе пришли. Помимо них были еще другие люди. Да, бывает, что люди не приходят на приемы. Бывает такое, что проходит приемы, и никто не пришел на приемы. Бывает, приходит один человек. Бывает, приходит вас. Может быть, потому что как раз из-за того, что депутат иногда просто ничего не может сделать? Нет, ну не в этом плане. Нет, конечно. Если бы мы ничего не могли сделать, люди бы не ходили. И не знали бы о тех приемах, которые есть. Вот я и спрашиваю, что сегодня может сделать депутат? Да, ну в рамках тех полномочий, которые у него есть, он этим полномочиям пользуется. Когда люди к нему обращаются, он же может включить не только ресурс, который в рамках его полномочий. Есть еще, у каждого депутата есть определенные знакомства, связи, и иногда иной раз включаются какие-то обычные человеческие отношения. Вот там, помоги, сделай там, где-то еще, где-то он сам делает какие-то вопросы. Тогда такой вопрос, а зачем это депутату, если он включает вот эти вот возможности? Ну а как зачем? Ну а как зачем? Люди же приходят и вращаются. Я просто к чему веду? Есть люди, ну скажем так, большинство людей, которые не сталкивались с депутатским корпусом, они считают, что депутат это люди, которые идут туда вот как на работу, ну хотят карьеру свою каким-то образом сделать. То есть поверить в то, что есть человек, который действительно заинтересован в том, чтобы жителям было лучше, чтобы конкретно конкретному жителю того или иного дома было лучше, их-то очень мало. Вот чем можно доказать, что депутат всей душой и всем сердцем заинтересован в том, чтобы... Ну да, обращаться к нему, звонить ему, удержать себя. Проверять его, так сказать, да. Ну, проверять, звонить. Вот я почему и говорю, вот эти встречи были, когда мы выходили во дворе, выходило там по 50, по 100 человек людей. Да, и мы с ними общались, живой контакт был. Это не только по площадкам. Площадки это было одно из. То есть шли хотя бы посмотреть, что ж у нас идет там, и познакомиться. Нет, они шли с вопросами, с проблемами, непосредственно касания. Там вопросы транспорта, благоустройства, все подряд. И непосредственно вопросы эти сразу же включались в работу. Мы прошли весь округ, обошли. А правильно я понимаю, что депутаты начинают решать вопросы после того, как вопросы поступают. Ну, те же самые наказы, либо вот вопросы во время опросов, скажем, которые вы проводите. Либо есть какая-то работа, где депутаты, ну, предугадывают, что ли, возможное обращение жителей. Глобальные проблемы. Ну, да, смотрите, все правильно вы говорите. Есть вопросы, которые, когда обращаются непосредственно жители, с какими-то личными вопросами, непосредственно касаемо их территории. А есть вопросы, которые глобальны. Например, конструкция Октябрьского проспекта. Например, ремонт по всему округу многоквартирных домов. Мы же тоже вот сделали в этом году в рамках той же городской среды, отремонтировали подъезды в многоквартирных домов. Люди же приходят в подъезд свой, практически уже заход в свою квартиру, да, и приятно, когда сделали им ремонт. И вроде никто не обращался. Да, и никто не обращался, да. Даже как-то удивительно. Целая площадка. С теми же вот мы площадками детскими и спортивными, да. Они есть по округу, да. Но когда в маленький двор, который там между пятиэтажками стоит, у них появилась своя площадка, что не надо идти на соседний двор. Да, и еще у них спросили, что вы хотите. Ну, вообще какой-то. Да, да. Поэтому вот эта работа, как бы, она и идет в связке вместе с жителями и депутатами. Конечно, депутаты знают те проблемы и глобальные, и все остальные. Конечно, мы на советах принимаем это решение, на комиссиях это рассматриваем. Хорошо. У меня такой вопрос вот по поводу ремонта, вот, да, когда люди неожиданно вдруг приходят, и у них ремонт идет в подъездах. В народе всегда появляется такая присказка. Ну, интересно, сколько же они тут украли? Я сейчас поясню свой вопрос. То есть, ну, у нас президент говорил по поводу космодрома, да, восточный. Вот эти деньги, которые выделяются на ремонт, они как-то контролируются. Почему? Потому что некоторые жители, при всем при том, что действительно, вроде как, неплохо ремонт, хотя по-разному бывает делают, тем не менее, есть такое ощущение, что откуда деньги, и, может быть, кто-то просто там на 10% выполнил работу, а 90% себе в карман положил? Ну, вы знаете, во-первых, я сразу вам скажу, вот в рамках проекта «Народный контроль» мы не только транспорт мониторили, мы ходили также по подъездам и проверяли те работы, которые нужно было сделать. Ну, проверяли это, что касаемо вот партийных проектов. А что касаемо выполнения хода работы, есть специальные структуры, которые все это проверяют. Сегодня, к сожалению, на самом высоком уровне мы часто видим, что и с чиновниками, и в правоохранительных органах идут периодические сообщения о каких-то коррупционных скандалах и так далее, и до суда доходят и так далее. Я почему об этом спрашиваю? Потому что это тоже, на мой взгляд, одна из работ депутатов, которые являются связующим звеном между властью исполнительной и простыми жителями. И он должен быть заинтересован в защите жителей от каких-то не очень хороших чиновников. Ну, смотрите, у нас есть муниципальная программа, которая реализуется на территории городского округа Люберца. И депутат не просто вправе, а он принимает решение, когда реализуется программа на его округе, он приезжает и смотрит работы. Принимает работы эти. У нас, допустим, положили асфальт, было все. Да. Да. И начали собираться лужи и лужи. То есть там раньше была нормальная дорога, теперь собирается лужи. Причем депутат все это увидел, пришел, говорит, надо переложить, надо сделать нормально. И тот подрядчик, который это делал, еще не приняв акт работы, акт выполненных работ, он все это переделал и сделал. Да, то есть такая работа-то есть, да, то есть смотрится. Такие социальные вопросы, как медицинская сторона, я уверен, что к вам и к вашим коллегам очень многие обращаются, потому что деньги на операцию, проблемы с медпомощью и так далее, сейчас по всей как бы стране обсуждается этот вопрос на уровне министерства, на уровне президента. Как эта работа у нас построена в городском округе Люберца? Смотрите, у нас немножко по медицине, у нас контакт есть, он налажен. Те вопросы, которые поступают, мы непосредственно решаем заведующим поликлиникам. Но единственный у нас момент, поликлиника сейчас и все, что касаемо здравоохранения, относится к Московской области, к региону, а не к нашему муниципалитету. Поэтому мы-то депутаты муниципальные, а есть медицинская сторона. Правильно, если к вам, например, обращается какой-то житель по каким-то серьезным медицинским вопросам, то вы можете просто передать это своему коллегу. Да, мы коллегам можем передать. То есть оно где-то не утром? Нет, конечно. Все, что касаемо приемов и каких-то вопросов на территории, непосредственно касаемо поликлиник, где-то какие-то больницы, мы решаем здесь, потому что люди все люберецкие, все здесь, и у нас как бы нет никаких проблем. Я так понимаю, что это касается и пенсионных вопросов, и всех социальных. Конечно, конечно. Но вот мы-то тоже проводили рейд, делали по закупке лекарств. Я на прошлой передаче, по-моему, это рассказывал. Непосредственно тут же связывались, делали запросы, выносили это. Даже более того, мы вышли с инициативой в торгово-промышленную палату Московской области, в которой, соответственно, было принято решение после тех рейдов, когда было понимание, что льготные лекарства сложно доехать из одного участка, забрать в другой, да, что они поступили здесь, надо делать заявку, чтобы эти лекарства не ушли, чтобы они держались. Вот сейчас эта схема вся упрощена. Насколько мне известно, в Подольске, в ближайшие, создан целый кластер, вот этот сбор лекарственных препаратов. И если человек дает заявку, то на следующий день лекарство поступает в ту аптеку, которая распродает эти лекарства, ближайшие к его дому. Понятно. То есть связь эта идет, и мы непосредственно принимаем в этом участие. Все же идет снизу. И депутаты, когда к ним люди обращаются, если это касаемо каких-то вопросов, которые они не могут решить в рамках закона, мы, муниципальные депутаты, выходим, соответственно, к региональным депутатам. Понятно. То есть существует такая связка. Два последних вопроса. Первый. Существует битва партии внутри. Несмотря на то, что вы представитель фракции такой глобальной, тем не менее, есть какие-то партийные битвы во время заседания, когда вы боретесь за эмблему той или иной партии? Да нет, в основном это вопросы все жители. Жители-то у нас здесь, да. Просто единственное, можно сказать, кто что делает. Ну и последнее. В 2020 году что ждать жителям городского округа Люберцы от Совета депутатов? Может, что-то новое вы приготовили? Может, плохое? Может, хорошее? Ну, мы будем работать на благо жителей округа. Это понятно. Да, будем вести приемы жителей, будем стараться помогать в тех компетенциях, в тех вопросах, которые в наших полномочиях. Вот. Но... А все остальное... На выборах скажут. Все остальное будем работать, да. Двигаться и работа покажет. Обещать можно много, но я считаю, что нужно доказывать своей работой. Понятно. Ну, мы вам этого желаем и всему депутатскому корпусу. Напомню, что у нас сегодня в студии был первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Александр Шлопак. Благодарим вас за то, что вы ответили на наши вопросы. Ну, и всем жителям напоминаем, что есть ли у вас какие-то трудности, вот с которыми вы столкнулись на самом разном уровне вашей жизни. Вы можете обратиться к своему депутату. Еще раз, депутатов в списке существует. Вы можете обратиться и на сайт, и прийти в какие-либо органы власти. Вам подскажут, где найти вашего депутата. И будем надеяться, что он вам поможет. По крайней мере, Александр Шлопак нам, если это не гарантирует, то намекает на то, что это вполне может произойти. Не бойтесь узнать своего депутата, и, может быть, ваша жизнь станет лучше. С вами был Николай Пивненко, программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова